На одной волне со слушателями. Радио Север-ФМ сегодня принимает поздравления с четырехлетием. Первый эфир состоялся 1 апреля 2017 года. О том, чем живут сегодня радийщики и какие планы строят на будущее, в интервью рассказала шеф-редактор Север-ФМ Анастасия Саботович. Сегодня радио исполняется 4 года. Расскажи, пожалуйста, ты помнишь момент, когда было принято решение его создания и сколько времени у вас ушло на то, чтобы родить наше радио Север-ФМ? Когда я пришла на работу в 2014 или 2015 году, я уже сейчас не помню, было радио на Ринмар-ФМ. Мы вещали врезками на дорожном радио. И вот уже тогда были разговоры о том, что разрабатывается именно чистота и в планах начать создавать свое радио собственное, которое будет вещать 24 часа в сутки со своими программами. То есть мы сможем делать прямые эфиры. Ну, то есть были такие грандиозные планы. И это как-то всегда было на уровне разговоров. Ну, вот нам там где-то согласовывают чистоту, когда-то это будет. А когда реально согласовали, просто пришли и сказали, ребят, ну вот все, у нас есть чистота и по закону как-то очень мало времени есть, чтобы что-то начать делать. Потому что если ты не начнешь вот в этот временной промежуток вещать, то я у тебя обратно заберут. А потом неизвестно, дадут снова или нет. Поэтому у нас было... Мы были, конечно, очень рады, но при этом мы столкнулись с такой очень большой глобальной задачей, очень быстро как-то переформатироваться и начинать что-то делать, создавать. Тогда мы понимали, чего не хватает. То есть у нас была русская музыка в большом объеме, да, работало русское радио, где только русская музыка. Мы вещали на дорожном радио, где, скажем так, была... Ну, возрастной... Возраст слушателей дорожного радио, он как бы был довольно-таки высоким. То есть это было 45 плюс, там, 40 плюс. И то есть у людей не было альтернативы. А тогда, кстати, я вот сейчас анализирую, что в 2017 году мы практически мало... Только контактом, наверное, пользовались, не было там всех этих платформ. И люди действительно слушали радио, слушали радио онлайн. То есть радиостанции что-то типа Рекорда, Европа Плюс, Лав Радио. То есть мы слушали, мы понимали, что нравится нам, что нравится людям, что нужна иностранная музыка, нужна и русская популярная музыка. И вот мы попытались создать вот в музыкальном плане именно вот такую какую-то вот сборную солянку, скажем так. А если брать именно контент, что выходит на радио в плане программ, то, конечно, самая наша была главная задача – это новости. Да, это информация, это то, что мы можем делать быстро, оперативно, там, каждый час. То есть если, работая в резком внедорожном радио, у нас было, ну, ограниченные промежутки, то есть мы не всегда могли выйти, что-то сказать, ну, какую-то оперативную новость, потому что нам, ну, как бы непозволительно было это сделать, то именно на оперативность, на новости вот была основная наша задача и упор. Ну, так как мы все люди творческие, без этого было бы нам очень сложно и неинтересно, наверное, мы начали вести прямые эфиры. То есть мы… Такой задачи нам никто никогда не ставил, скажем так. Это инициатива, инициатива наказуема, как мы знаем, поэтому сейчас прямые эфиры – это такая неотъемлемая часть нашей жизни. Произошел, правда, небольшой сбой из-за того, что была пандемия, как бы вот мы ушли с прямых эфиров, и очень сложно было вклиниться обратно, очень сложно после перерывов и отпусков тоже вклиниться вот в эту работу, потому что помимо прямых эфиров еще очень много программ маленьких, да, которые, как бы, кажется, они идут там 3-5 минут, но на самом деле они очень много времени занимают именно в производстве. Но прямые эфиры – это, наверное, такая отдушина, творческая, наша любовь. И какие планы у вас на пятый год своей жизни? Какие-то, может быть, новые проекты планируете запустить? Мы вообще вчера, когда с ребятами думали, что нам же день рождения, сколько нам лет, мы почему-то вообще забыли. Мы думали, что нам 3, но в том году мы год пропустили из-за пандемии. Оказалось, что 4, и следующий год у нас юбилейный, и это так… Это как дети, вот они растут, ты своего ребенка не замечаешь, что он там растет быстро, а когда ты встречаешь своих знакомых, думаешь, ничего себе, у тебя ребенок-то какой уже взрослый, ничего себе, как он уже вырос, вот так же и радио. То есть ты вроде, ну, как бы вчера только начинали делать, а у тебя уже 5 лет. Конечно, хочется, чтобы развивалось, конечно, хочется, чтобы приходили новые люди к нам в команду. И я думаю, что главная цель следующего года – очень хочется нам сделать не только прямые эфиры родильные, но и выйти в интернет, сделать видеализацию, чтобы зрители могли нас не только слушать, но и видеть, что происходит. Со следующей недели у нас будут приходить гости, которые будут играть живые концерты. У нас студия – это музыканты, у нас была такая практика, и мы начинаем ее возобновлять. Я надеюсь, что все у нас получится, все будет хорошо. Поэтому если вдруг артисты нашего округа хотят прийти к нам на радио и сыграть живую, пожалуйста, звоните, пишите, мы всегда очень рады к сотрудничеству. Ну и, конечно, мы очень ждем свою команду людей, молодых, креативных, классных, говорящих. Мы бы с радостью вообще кого-нибудь взяли, чтобы дальше двигаться. Движение – это жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...